Существует довольно много разных историй на эту тему, на ту тему, как великим постом один священник приехал к другому священнику, зная, что у того иногда бывает мясная похлебка, потому что ну как-то вот так складывается, что ему иногда не удается избежать, кто-то ему то ли из прихожан приносит поесть, а тот не отказывается, потому что что отказывается? Человек с любовью тебя притащил, а ты... Но это все происходит в советские времена, когда люди плохо понимают, что такое пост, как он выглядит и так далее. Вот они решили, бабульку священнику поделять, притащили ему котелок с мясной похлебкой. И это как-то повторяется. А в это время постный день, допустим. И вот один священник другому приезжает, имея в виду, что тот будет это есть, сейчас все будет хорошо, и он тоже как бы под шумок, тайком сам от себя, тоже это... Он с большим юмором об этом пишет, приезжает, а тут его, ну тот священник прозорливый такой, говорит, встречая его на парке, там говорит, а у меня, говорит, сегодня сухой хлеб на закуску. И тот очень смеялся, сильно же такая мечта, у него была надежда, но довольно не беспочвенно получилось. Ну, а вы каким образом пришли к соблюдению поста? Полагается соблюдать пост. Значит, постепенно, с течением времени, все более четко понимая, зачем это нужно, ну, я вот познакомился с этим явлением, ну, с постами, да? Угу. И вот какое-то время я уже живу таким образом, что я ожидаю начала Великого поста. Там другие посты тоже, конечно, важная вещь, но именно с точки зрения годового цикла Великий пост, все-таки самое важное событие. Ну, значит, вот смотрите, конструкция примерно такая. Начать надо с простого. Не то, что сначала, ну, в смысле, не то, что один пост мы держим только пищевые ограничения, там, а потом больше и больше. Не в этом смысле. Самая понятная вещь, это все-таки вот это пищевое ограничение. Оно понятно и уму, и организму, ну, и даже отчасти душе, потому что все-таки это очень важный момент, еда для человека. Когда человек себя начинает ограничивать в привычном этом деле, да, не знаю, это ему дает понять, что что-то другое сейчас, какая-то иная жизнь. Разумеется, она, ну, вот это вот ограничение в еде, вот это другая немножко жизнь, пищевая, она не ключевой момент, но это такой знак. Дальше, следующая вещь, существенная, это попытка оградить себя от внешнего шума. Ну, сегодняшний человек живет в обстановке непрерывного шума. Он шум глазами, ушами, там, чувствами разными всеми. Ну, вот цивилизация так развивается, что человек совсем не остается один, практически. в качестве. Ну, всякие удобства, которые создаются техникой, они как раз направлены, ну, то есть я не имею в виду ничего злонамеренного, да. Так вот, такое развитие идет. Они как раз направлены на то, что человек совсем с собой не бывал. В то же время, знакомство с собой, это, наверное, самое главное занятие, которым следует заниматься вообще. Которому следует посвящать время и жизнь. Ну, вот, значит, ограничение, простая вещь, ограничение внешних раздражителей, вот таких привычных, радио в машине, какие-то, ну, простые информационные удовольствия, которые человек потребляет с компьютером, как бы, естественно, так, без... и без напряжения, и без особенной задней мысли. Просто, ну, вот, там что-то течет, течет, и ты в нем тоже вместе с этим течешь. Вот, и когда это ограничение накладывается, то ситуация немножко меняется. Ну, это вот следующая тоже довольно простая вещь. Следующая уже более сложная штука. Я их перечисляю не в каком-то специальном порядке, а как бы по мере приближения, что ли, к сердцевине. Следующая какая-то более сложная штука состоит в том, чтобы, ну, не злиться. Это вообще не получается, честно говоря. То есть не то, что... Сложность такая, что человек, существо, особенно современный человек, существо очень быстрых реакций. Это связано с тем, что вообще он живет в... ну, или москвич там, можно сказать. Вообще человек живет в мире быстрых, немедленных, хаотических реакций, которые... ну, человек мало думает над тем, что он производит из себя. Да? И вот это ограничение... Ну, попытка ограничить себя в реакциях, она почти никогда не получается или совсем не получается. Ну, потому что сначала сделала, потом только подумала. Но, как задача, она очень интересная. Число такое человеческое, там, психологическое, умственное, как хотите. Любое можно употребить определение. Вот, прежде чем что-то сделать, чуть-чуть, чуть-чуть отступивший на шаг назад, задуматься. Зачем? Что я таким образом произведу? И это, как бы, такой цикл, ну, что ли, не, да? Цикл не. Цикл ограничений, то есть, ну, вот, в логике есть квантр такой. Буква Г – это в другую сторону написанная. Отрицание. Вот насчет цикл, который относится к квантуру отрицания. Ну, там еще есть супружеские отношения, которые не полагаются постом. Еще кое-что. Вот. А есть еще, там, по нашему пониманию, ну, в смысле, по православному, более сложные вещи, чем вот это «не». Потому что ограничения все-таки вещи психологически простые и понятные. Ну, вот, туда не ходи, все. А вот следующее, следующий цикл задач – это «да», то, что надо было бы делать. И это тоже, конечно, никогда не получается. Собственно, это даже цикл задач, который укладывается в одно слово «любовь». Это попытка относиться к людям и к себе, в том числе, кстати говоря. Потому что, ну, каждый из нас тоже человек и тоже заслуживает любви. Это непростая мысль, на самом деле, что человеку нужно любить не только ближнего своего, но и самого себя. Потому что ты человек сам себе тоже ближний. Ну, и на этом пути такого масштаба, что, ну, в общем, просто говоря, не получается. Хотя рассуждать об этом очень так. Такое масло по сердцу. Как бы это могло быть прекрасно. Каждый многодневный пост – это символ. Если совсем просто говорить, когда вы приходите в церковь, в Храм Божий, там довольно много икон, но все-таки не все стены есть и пустые места. Значит, вопрос акцентов. Ну, конечно, мы знаем о святых отцах, о множестве святых отцов. Особенно вот единические пустынники этим отличались. Там кто-то из них весь великий пост не ел ничего совсем. Как говорится, всю святую четвердесятницу воздерживался. Ну, это какие-то вершины духа, до которых нам просто никогда. Вот. А в остальное время там ел раз в день какую-нибудь там сырую пищу. Но здесь важно понимать вот этот контраст. Важно уловить разницу между тем, что все-таки святая четвердесятница. Это усиленная работа. Приведу далекий мне в целом, но, может быть, более понятный пример. Что вот, когда человек тренируется, я не тренируюсь, поэтому говорю условно. Когда человек тренируется, ну, в смысле из книжек говорю, у него есть циклы тренировочные. Когда-то он послабже тренируется, не так напрягается. Когда-то, в период более интенсивной подготовки, он тренируется более энергично. С большими нагрузками. Ну, то есть, такой цикл, сякой цикл. Ну, вот сейчас масляная неделя. Она очень интересная тоже, с точки зрения своей смысловой конструкции. Это, вроде бы, уже начавшийся пост, потому что мясного нельзя принимать. В то же время, это, так называемая, сплошная седница. То есть, нету постных дней. Все одинаковые. Среда и пятница. Можно молоко, яйца, блины, просто говоря. То есть, с одной стороны, еще праздник. Это такой довольно длинный. Семь дней. А с другой стороны, уже пост. Человек постепенно начинает себя ограничивать. Ну, во всех смыслах. Да. Неделя должна быть, по идее, посвящена не столько блинам, сколько осмысленным визитам к родным и близким, чтобы попросить в них прощения. Она заканчивается прощенным воскресением, к которому, в завершении дня которого, по идее, не должно остаться на сердце никаких заносов, ран, ничего. Должен быть покой. Чтобы чистый понедельник поступить в восстановке сосредоточенности на внутренних проблемах. Чтобы внешне ничего уже не мешало. Вот. Ну, соответственно, вот контраст между, как бы, обычной жизнью и вот этой необычной жизнью. Он усиливает эффект этой необычной жизни. Вот примерно так. Кирилл, а что было бы, если бы все вдруг начали поститься? Если бы, скажем, решение о соблюдении поста было принято на государственном уровне? Ну, как в Шриятии? Ну, как в Шриятии я не знаю, я в Шриятии не живу. При царской власти постом в Москве прекращались развлечения всякие. Ну, в общем, как-то было это более-менее принято, что постом не развлекаются. То есть, как-то пост люди держали. В гости не ходили друг другу и так далее. Вольнодумство было постом, чтобы развлекаться, балы давать и так дальше. Ну, а какая разница? Человек постится сам с собой, а не с государством. То есть, такая история была, она ничем не отличается от сегодняшней истории. Те, кто постится, тот постится. Те, которые прохладные вроде меня, которые не в состоянии ничего держать, они не постятся, а так изображают. Вот, Александр Дугин считает, например, что во время поста мясная пища должна быть в магазинах прикрыта темной материи, чтобы постящиеся ее не видели и не соблазнялись бы. Ну, он так считает, это его мнение. Я когда, когда был совершенно молодой человек, и какой-то был там третий пост моей жизни, второй великий, я пришел к своему близкому другу Бобе, который, конечно, никакого отношения к православной вере не имеет. И у меня там в холодильнике была венгерская колбаса. Вот. И я постник, как бы. Вот. Молодой человек такой постник. И я, вот я это хорошо помню ощущение, я тайком сам от себя эту колбасу сожрал. Вот, буквально. То есть, один я стоял в сторонке, как бы не обращал внимания, а другой я жадно. Аааа, там, вот. Венгерская колбасада с перчиком. Ммм. Ну, вот. Прикрой мясо, не прикрой мясо. Ну, какая разница? Это не в этом дело, как бы. Значит, это из разных, как сказать, из разных смысловых полей. Да? Что делают люди на митинге? Давайте задать вопрос. Ну, зачем, зачем люди идут на митинг? Они идут на митинг, потому что они чем-то там недовольны. Да? Они хотят выразить какое-то свое отношение. Если строго, строго говорить, то христианин отношения своего высказывать вообще не должен. Никуда. Однако есть же и другое, что если там брат ошибается, то надо ему прямо в лицо сказать. Брат, ты ошибаешься. Вот. Послушает – послушает. Не послушает – не послушает. Так что можно найти причину и пойти на митинг. Ну, в смысле, объяснение для того, чтобы пойти на митинг и найти объяснение для того, чтобы на митинг не пойти. К посту это не имеет, на мой взгляд, никакого отношения. met Inspector. Замерзан шитом. Удивит